здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня я хочу сделать небольшой мини обзор интервью ходорковского по поводу ситуации с невзлиным я помещу ссылочки на видео фбк с обвинениями невзлина и ходорковского и на интервью которая дал ходорковский по следам этого расследования и вы сможете ознакомиться с этими материалами сами но я для себя отметил 7 моментов которые хочу вам показать которые очень важны для каждого из вас с точки зрения того что многих из нас в жизни часто обманывают недоговаривают чего-то умалчивают и как понять правду вот я вам хочу показать 7 моментов на которые стоит обратить внимание в интервью ходорковского но начнем сразу с первого фрагмента и здесь мы увидим первые пять сигналов и просмотрим базовую линию поведения михаила ходорковского для того чтобы дальше тоже делать выводы исходя из этой базовой линии поведения и начинаю включаю первый фрагмент понимаете я естественно не мог для себя окончательно сложить картину до тех пор пока я не поговорил с леонидом борисовичем напрямую для меня было важно посмотреть что называется в глаза руководитель центра досье он мне естественно сразу позвонил я попросил подъехать поскольку это была суббота он ко мне подъехал воскресенье утром вот и обратите внимание что когда он вспоминает когда это было он смотрит вверх но здесь дело в том что он действительно говорит правду возможно он вспоминает календарь вот часто мы вспоминая какую-то дату как раз глаза идут наверх для того чтобы ну как-то сопоставить даты да вот в календаре многих из нас это образно выглядит да и в данном случае это уместно да и здесь как бы сомневаться в его честности не приходится но здесь как раз очень четко мы прослеживаем куда он смотрит для того чтобы вспомнить какие-то образные вещи до образные которые он не щупал а именно ну скажем так ему надо сейчас представить для себя вот эту сетку календарную да когда это происходило для того чтобы назвать точную дату и вот в этом случае мы смотрим вверх дальше и пускать вот это вот все изложил но слушайте я конечно вот здесь вот я замедленно сейчас вам показываю да а во первых растягивает уголки рта и здесь очень интересная такая симптоматика во первых ну вот это вот растягивание уголков рта я часто трактую как улыбка послушной девочки многие из вас кто со мной уже давно на канале понимают о чем речь когда мы излишне растягиваем уголки рта как бы в улыбке мы тем самым говори показываем я хороший любите меня я хороший я обладаю нужными качествами чтобы меня не выгнали из стаи кроме того вообще растягивание уголков рта она еще очень сильно связано и со страхом но в этом случае уголки рта опускаются вниз и тоже натягиваются и это тоже связано с тем что посмотрите я хороший ну то есть это уже больше страха в этом но тоже тот тот же самый посыл что обратите внимание я хороший не выгоняйте меня еще это можно отнести и к презрению тоже потому что презрение это сравнение сравнение с другими людьми да и здесь очень четко прослеживается в какую пользу пошло сравнение если сравнение пошло и человек при этом понимает что он красавчик он при этом поднимает челюсть или оставляет ее на том же уровне на котором она была но если он при этом еще опускает челюсть он опять таки хочет понравиться для того чтобы остаться в стае это такой первобытный инстинкт который вызвал сразу несколько таких эмоций да и в данном случае я понимаю что человек очень долгое время сидел в тюрьме и возможно у него вот это вот беспомощность и попытка всем нравится она ну уже за многие годы он 10 лет по моему отсидел да она ну вот уже выучилась этот улыбка да и вообще желание быть хорошим да и сейчас конечно же это на лице у взрослого мужчины смотрится немножко ну не очень да но она имеет под собой очень большие корни и здесь вот конечно же ну вот вот эти вот его все запинки заминки и так далее они как раз и говорят больше даже о его внутреннем состоянии но и в данном случае в ситуации да он как бы старается оправдываться и вот это вот прям четко отслеживается да кроме того он пожимает плечами он очень не уверен не уверен в себе не уверен в ситуации не уверен в невзлении но в общем много неуверенности и это все очень четко видно дальше идем видите как он вздыхает тоже при этом знаете когда вздых мы вздыхаем мы вот когда мы уверены в себе мы расправляем легкие расправляем тело а здесь получается он зажатом состоянии вздыхает с опущенной челюстью это смотрится больше как подавленность да нежели как вот раскрытие себя уверенный человек вздыхает полной грудью здесь же мы этого не видим кроме того смотрите с опущенной челюстью опять смотрит вверх и вот это вот довольно странное выражение лица она конечно же бросается в глаза смотрим дальше видите дальше поджимает подбородок и губы и это говорит о том что много информации надо удержать в себе то есть ну вот из он изо всех сил показывает что он хороший но есть информация которую он нам с вами не скажет да вот замедленной съемки без звука пока и вот смотрите и вот здесь вот пошло уже обращение именно к тактильным ощущениям видите вот здесь вот тактильное ощущение это то что человек действительно щупал трогал взаимодействовал с этим и вот здесь вот у нас идет вот такая вот реакция то есть глаза смотрят вниз и вот здесь наконец-то мы дождались этой реакции слегка слегка обалдел это ну наверно как-то мягко сказать он рассказывает о своих ощущениях да и вот он говорит я слегка обалдел да ну и перед этим взглянул в тактильное ощущение в свои ощущения и он нам их передает понимаете вот когда он вспоминал дату он смотрел сюда там в каких-то случаях он смотрит сюда да то есть это образы фантазии и так далее а вот здесь вот именно тактильное ощущение дальше нам берут я в эфире читаю искать использоваться мягкими словами я тут же позвонил леонид борисовичу гуляет большого такая вот фигня чтоб на эту тему можешь сказать мне будет в общем понятно и смотрите что мне здесь сразу не понравилось то что он изображая не реакцию невзлина да он очень эмпатичен по своей натуре ходорковский да и он очень четко передает настроение собеседников рассказывая о них и здесь я не увидела во-первых удивление со стороны со стороны невзлина кроме того значит поджимает подбородок да то есть мы понимаем что здесь не будет информации четко нам сказано значит и пожимание плечами очень много неуверенности но это в общем-то и понятно потому что мы не можем быть уверены за других людей да он просто передает вот эту всю речь но самое интересное что тем самым он дает понять что он то сам не особо в это верит понимаете вот в чем фишка поэтому но он как бы вот здесь такой микс реакции невзлина плюс его отношения и я думаю что невзлин вряд ли передавал там допустим вот это вот сомнения да а вот сомнения это уже со стороны ходорковского как раз идет шантаж буду разбираться и здесь опять-таки слово почему именно шантаж шантаж предполагает наличие все-таки вины и за эту вину обычно требуют какие-то бонусы да это называется шантаж а в данном случае вот если считать что невзлин невиновен и на него там кто-то сочинил все да то это будет называться либо провокации либо фейком либо обманом да но уж точно не шантажом но шантаж это отчасти да ну вот более точное слово будет другое и почему именно это слово было избрано я думаю что как говорится нет дыма без огня но опять-таки идем дальше вот видите как при этом смотрите еще как интересно челюсть расслаблена и немножечко так отвисает вот это вот часто бывает вот это вот такой сигнал когда человек готов драться в любой момент он как бы разговаривает с вами по-хорошему но при этом показывает обратите внимание моя челюсть готова драться это такой знаете опасный жест опасный сигнал который надо отслеживать и здесь получается передавая настроение невзлина он передает как раз эту опасность что невзлин настроен решительно невзлин будет драться его челюсть на готове да вот так как мы мирные люди но наш бронепоезд стоит на запасном пути помните эту песню вот здесь вот та же самая история про челюсть дальше то есть ты к этому никакого отношения не имеешь нет я к этому никакого отношения и вы смотрите как быстро он согласился с невзлин им ну как бы там много таких противоречивых слов до вещей каких-то он как бы задал ему вопрос невзлин ему ответил судя по всему там все было не так однозначно но он быстренько съехал на то что ты к этому отношения не имеешь не имеют ну я говорю хорошо тогда значит мы можем спокойно действовать по процедуре и и мы видим что при этом он смотрит вверх да при этом голова к плечу а то есть уже неважно имеешь не имеешь то есть ну знаете вот здесь вот как раз получается меня обманывать легко я сам обманываться рад он особо не допытывался либо он сейчас нам не хочет говорить какую-то информацию которая ну скажем не предназначена для нас с вами и он быстренько съезжает вот заворачивает этот разговор тем что ну значит работаем по протоколу а по протоколу это значит взаимовыгодное сотрудничество мы продолжим вот и все то есть человек был заинтересован в том чтобы получить эту информацию даже если не совсем эту то подвести к этой знаете как легче всего убеждать человека в том что близко к его убеждениям и в этом смысле здесь конечно же может сработать эта ловушка интуиции то есть михаил был заинтересован в том чтобы поверить невзлину чтобы продолжить с ним общение потому что это общение взаимовыгодное а значит идем дальше расскажите как как он реагирует и что обсуждали что вы считаете возможно так вот поэтому для меня было важно поговорить с леонидом борисовым глаза увидите поджимает подбородок очень часто вот это произошло опять натягивает уголки губ я хороший имейте в виду я хороший я увидел его в менее возбужденном состоянии чем я ожидал менее нервном состоянии меня смогу это вот несколько успокоило пожимает плечами как вы видите а и тут не не успокоило скорее удивило вот так вот можно сказать я ему задал естественно прямой вопрос борис счет вот какое-то касательство к этому имеешь он мне сказал прямо что вот никаких заказов я не делал я буду сотрудничать со следственными органами и я передам им информацию всю которая содержится у меня на устройствах носителях и так далее вот я им это все передам знаете мне здесь очень не хватило реальных эмоций он нам просто пересказал это в общем-то отчасти понятно да он просто пересказывал речь но вот эмоциональной окраски он не дал вот этим всем словам почему потому что он хочет удержать в себе он не хочет с нами делиться тем что он об этом на самом деле думает он просто лаконично передал сухим языком без эмоциональным передал смотрит в одну точку вы видите да что никаких эмоциональных реакций не выдает и о чем это говорит о том что есть информация которую он нам никогда не скажет это меня несколько успокоило потому что леонид боевич мне по жизни в общем особо не врал и хорошая формулировка особо не врал и пожимает при этом плечами поджимает еще подбородок и смотрит вверх ну вот удивительно вот здесь вот как раз если бы он действительно пытался вспоминать врал не врал да или он как-то вот были какие-то моменты да он бы их вспоминал и смотрел бы в область тактильных ощущений ну либо там вспоминая дату он бы посмотрел вверх но это все таки но если бы скажем он хотел бы нам это сказать да и он бы стал вспоминать какие-то моменты там но с другой стороны не хотел перегружать это интервью лишней информации которую которую мы потом можем трактовать по-своему да поэтому ну да здесь очень много официоза и ну вот вот эта формулировка особо не врал конечно с формулировками здесь когда вот он пообещал что он пойдет правоохранительные органы мы знаем что он до нее дошел это сказать они подтвердили что там 5 августа он заявление написал и заявление написал в общем то надеюсь что следственные органы дадут определенную оценку а там а значит и первые пять выводов которые можно сделать первое это слово шантаж вот напрягло второе передавая настроение невзлина передает решимость драться но сам не уверен совсем невзлин при этом не удивлен значит ходорку третий момент ходорковский хочет только снять вопрос и действовать по протоколу то есть по-прежнему конечно же всем нам комфортно находиться в своей зоне комфорта и выходить из нее естественно никто не хочет и здесь в общем-то по-человечески его можно понять но вот с точки зрения вопроса ну вот я не получила ответ на вопрос да ну как бы я еще больше вот в лапах сомнения что называется четвертый момент значит минимум информации подробностей это уместно когда есть что скрывать то есть когда касается дела как вот происходил разговор с невзлиным здесь опять он минимум дает эмоции если он рассказывая о каких-то других вещах там эмоций было много здесь же конечно эмоции минимально и опять это дает нам поле для сомнений и пятый момент особо не врал тоже такая оговорочка интересная ну то есть вот какие-то интересные формулировки ну что заставляет нас с вами сомневаться в некоторых вещах а да теперь давайте следующий фрагмент так я включаю принципе вообще вы допускаете что леонид нефтен мог заказать избиение леонида полу знаете если бы я был сильно помоложе я говорил бы абсолютно безапелляционно но поскольку мне уже за 60 ну вот смотрите поджимает подбородок фильтрует я говорю так что тот леонид борисович которого я знаю больше 35 лет заказать избиение человека не мог но уж знаете здесь как раз идет обращение именно к образом и нет он не вспоминает все эти 35 лет вот и какие-то его качества до которые он почувствовал на себе возможно и скорее всего почувствовал есть какие-то какая-то информация которую он мог бы вспомнить да и вот для этого посмотрел бы тактильные ощущения но нет у него но скажем заготовлено или формируется какая-то своя правда которую нам доносит исходя из того что он хочет хочет сказать они из того что он прочувствовал поэтому здесь как бы тоже так более заказать избиение женщины я имею виду жены миронова точно не мог бы ни при каких условиях что касается вот здесь вот улыбка многие из вас не даже кстати написали что когда он говорит об этом он улыбается вы знаете я думаю что человека в тюрьме сломали и это улыбка у него реакция на стресс вообще очень часто у многих людей бывает такая реакция на стресс и многие из вас наверняка с этим сталкиваются кстати напишите мне в комментариях те кто реагирует на стресс именно улыбкой это одна из реакции поэтому тут нет ничего такого страшного да потому что организм он сам подстраивается в соответствии с нашими страхами бессознательными реакциями как реагировать на стресс и у него вот такая реакция на стресс поэтому его улыбка она не всегда улыбка и здесь конечно же вот как бы растягивание рта в улыбке она говорит больше о том что я я хочу вам понравится а вот вот это вот вынужденная беспомощность да когда человек ну вот он сидел в тюрьме да и там неизвестно как это все происходит и ну вот это это скорее всего оттуда поэтому ну вот к этому мы придираться не будем тут есть чему придраться и без этого да и вообще вот я уже объяснила до растягивания уголков рта это страх плюс презрение до трактуем сразу много там эмоций вот в этом в этом простом действие доказалось да вот сейчас за медленные съемки видите до растягивания уголков рта и здесь вот больше страх плюс презрение да я хороший я ну презрение в смысле сравнения себя с другими и показывание что я хороший да не то что вы там все плохие просто я хороший полюбите меня примите меня да не выгоняйте меня вот вот такая если мы говорим про такого человека так сказать ну такую психологию как более прагматичную я бы сказал бы что это какое-то но абсолютно не прагматичное действие вот тут если на него смотреть как на действие леонида брызгича ну какой-то совершенно не прагматичное и странное поэтому данный я съезд по-прежнему сомневаюсь да и здесь он сказал очень хорошую мысль которая могла бы хорошо сыграть в пользу невзлина он сказал о том что у невзлина нет такого такого повода да нет такого мотива чтобы идти на такие вещи понимаете в чем фишка то есть он сейчас проговорил очень важную вещь которую надо было ставить как раз вот именно во главу всего вот как на мой взгляд потому что ну реально какие а вот в принципе у спецслужб например у них очень даже четко прослеживается интерес и мотив и вообще в принципе такой такой персонаж как невзлин очень хорошо подходит под провокацию вот реально и там все знаете вот все это можно подвести именно к этому и нет я ни в коем случае никуда не склоняю я просто вот пытаюсь объективно смотреть на вещи да и вот это тоже не стоит исключать вот все это настолько гладко и четко указывает на невзлина что просто ну если бы он делал возможно что он бы может быть как-то страховался больше хотя кто его знает ну как бы вот такая версия тоже существует но тем не менее то что вот он сейчас нам сказал шестой момент который я вам обещала 7 моментов до шестой момент очень много оговорок прежде чем сказать о невиновности и ну вот как-то очень долго путано как-то непонятно да и с большими сомнениями он говорит о невиновности невзлина ну то есть нет вот этой вот уверенности и решительности да а почему ее нет а потому что невзлин ну вот и даже если предположить что это его подставили да вот таким образом чтобы оппозицию пересурить друг с другом и кстати сейчас вышло уже новое расследование уже против фбк то есть знаете вот если это предположить что спецслужбы российские все это делают то это очень даже вписывается вот в их работу понимаете вот так вот таким образом взять вот этого невзлина подставить хорошенько а потом подставить саму фбк и и это зритесь как хотите да вот между собой но почему именно невзлин вот попал под раздачу но смотрите еще когда ходорковский давал интервью дудю дуть задавал вопросы про невзлина и здесь вот прям четенько вот знаете я невзлина честно говоря не знала никогда и вот узнала только благодаря этому скандалу и и даже когда у дудян вот был задан этот вопрос про невзлина я даже не интересовалась кто это такой да но вот сейчас я переслушала этот фрагмент и давайте вместе это сделаем какие вас отношения с вами не взглянем сейчас друзья смотрите отклоняется качает головой нет брови вверх удивление до челюсть низко подавленность кроме того пожимает плечами отталкивает локтем вот посмотрите локоть да то есть так много сигналов того что друзья ну такие такие какие-то очень очень сомнительные а почему ну и тут дает ответ и разошлись по политической позиции то есть он в большей степени себя насколько я понимаю идентифицирует с украинской стороной с израилем я себя по-прежнему большей степени идентифицирую с россией и в этом смысле у нас разные взгляды на многие вещи но мы честно говоря я вот понаслушалась всех и понимаю что невзгин настолько радикально настроен он ну просто знаете жириновский оппозиции вот вот примерно так по-человечески останешься друзья ваши дружбы не мешает то что невзгин говорит и пишет про народ в россии население в россии вот здесь появится несколько титров абсолютно довольно очень грубые иногда мерзкие иногда гранича с расизмом вещи слушайте я в какой-то момент понимаешь что у тебя друзей больше не будет для меня леонид борисович это вот больше чем просто поэтому человеческого вам важнее чем политического сказали а не происходит расчеловечивание когда человек проведший в россии в общем большую часть своей жизни пишет например они зря их спутали с привычным им русским рабским быдлом чем пишет все перепутав в посте поддержав верку сердючка запустив фото видео того как верка сердючка как на никольской в москве танцуют подверг сердючку или не можете уехать или не хотите не можете справиться с орками на своей земле получайте желаю вам всем там наказание разрушений и жертв не обижайтесь заслужили это не расчеловечивание а это эмоция это эмоциональный выпуск ну то есть в любом случае он находит оправдание здесь по-человечески его можно понять потому что ну он дорожит этой дружбой дорожит этими отношениями ну в общем то здесь понятно другой вопрос что этот самый невзлин конечно же репутацию себе создал мама не горюй я знаете даже казалось бы вот интервью когда ведущий брал у ходорковского казалось бы посторонний человек но нет же даже тут не взлин вставил свои пять копеек давайте послушаем ну вы вообще давно знаете не видно и замечали вы какую-то его эволюцию в отношении представителей фбк я поясню что я имею ввиду прежде всего даже не для вас а для зрителей которые будут смотреть что много публиковалось там и того как он выступал на конференции вот той знаменитой это форум вильнюсе в вильнюсе и когда там шипел что певчик ведьма и вот те отрывки которые он присылал и марии певчик и до сих пор не не опровергнутая переписка вот она нам была показывать перчик и другим и я лично получал от него какие-то ответы и замечания которые мне как смотрите вот это уже презрение вот такая вот односторонняя улыбка до высоко поднятой челюсти вот это чистое презрение что ну как бы упоминая этого невзлина ведущие сейчас очень сильно ставит себя выше и конечно это это странная ситуация когда даже здесь нет свои пять копеек вставил довольно странными для людей нашего общества скажем так то есть даже ведущему есть что вспомнить в отношении невзлина вот представляете какую репутацию он себе создал и благодаря этому конечно же я не знаю подставили его или это он организовал но сейчас очень даже четко ну можно верить тому что это именно невзлин сделал потому что он создал такую репутацию благодаря вот своему поведению несдержанности и всему остальному то есть ну вот вот это вот радикальности его взглядов возможно ну в принципе я с одной стороны часто сам самой вот честно говоря хочется радикальное что-то сказать выставить да и так далее но знаете вот сейчас глядя на то как ну это все развивается я понимаю что высказыванием высказываниях сейчас надо быть ох как осторожными потому что в любой момент ну вот вот это все может быть использовано против человека и седьмым пунктом я отмечу что все-таки репутация невзлина сыграла против него в данном случае и какие выводы делать из этого смотрите сами как вы на это смотрите вообще как вы считаете вот на мой взгляд конечно слишком все это красиво да красиво ну вот прям указывает на авторство не невзлина но по каждому пункту там можно поставить сомнение да и ну вот если смотреть кто в этом больше всего заинтересован конечно же спецслужбы россии для того чтобы ослабить оппозицию до чтобы оппозиция ссорилась между собой и сейчас вот вслед за этим скандалом сейчас еще один скандал выходит да вот у каца вышло какое-то новое расследование я еще не смотрела но это уже против фбк то есть ну как бы очень планомерно понимаете либо это скандал который в котором вовлечены люди которые ну как бы думают что они скажем каждый из них думает что он центральный и может обвинять всех остальных да ну с другой стороны может быть действительно тут произошло и произошел перекос вот этот вот и невзлин просто что называется попутал берега и из этого начал началась такая волна но эти волны конечно очень плохо отражаются на том что оппозиция теряет ну по итогу по итогу оппозиция в россии очень сильно теряет своих сторонников за счет вот таких вот скандалов и мне бы очень хотелось чтобы это остановилась да виновные пусть будут наказаны либо ну вот какие-то доказательства ну хотелось бы увидеть да хочется чтобы было проведено качественное расследование и нам были выложены все доказательства ну либо какие-то выводы которые действительно нас удовлетворят да вот такие вот вещи я хотела вам отметить напишите свое мнение по поводу этой ситуации мне очень хочется знать нашу наши взгляды насколько ну вообще вот кто кто как считает напишите пожалуйста в комментарии чтобы я почитала поняла вообще ваше мнение по поводу всего этого я значит на этом буду прощаться так если вам понравилось видео не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео вот в комментариях напишите свое мнение по поводу ситуации да еще многие просят разобрать этот скандал в голливуде с диди да но я не знаю какой материал взять для того чтобы разбирать знаете что я могу оставить свою почту под этим видео светлана тире тире 2009 собака mail.ru а значит два тире там в почте если у вас есть прям четкое какое-то интервью где вы понимаете что она стоит разбора в контексте того скандала до пришлите мне пожалуйста либо ссылку на видео либо само видео вот на почту и я тогда разберу и мы с вами поучаствуем в этом тоже инфоповоде так ну на этом я с вами буду прощаться спасибо за внимание пока пока пока